Друзья, это программа ДВР. Дима у нас сегодня в программе. Привет, Дим. Как дела? Хорошо. Готов? Да. Я так понимаю, что ты верующий, но не с детства? Да, не с детства. Что это? Почему это? Как это? В церковь я пришел примерно где-то в 14 лет. Вот, как неудивительно, да, в таком молодом достаточно возрасте, сам. Ну, точнее, это не сам, меня пригласили. То есть, ну, сама предостой, маленько расскажу. Давай, давай, да. У меня друг есть, и у него дядя в тот момент уже 15 лет ходил в церковь. Мы вообще не знали о церкви ничего абсолютно. Я на тот момент занимался спортом, то есть у меня не было никаких каких-то зависимостей. Мы хотели научиться играть на музыкальных инструментах. И он позвал нас, говорит, приходите, вас научат. У них было прославление, то есть он нам ничего не рассказал, просто говорит, приходите, у нас научат. Мы какой-то период времени ходили, я учился играть на гитаре, мой друг учился играть на барабанах. И нас спустя 2-3 месяца пригласили на служение, на воскресное. Мы не знали, что это. Нас просто пригласили, мы пришли, сели на последний ряд. И, ну, просто нам это было смешно. Мы просто сидели, как бы, угорали с другом. Потом так же мы пришли на следующий воскресное служение. И там, ну, прошел какой-то период времени, может, месяц, два, три. И просто однажды во время служения меня коснулся Дух Святой. То есть у меня потекли слезы. Просто это было обычное служение. Но вы продолжали ходить, да? Вам было смешно, но вы ходили? Да, просто мы, вот, у меня просто, для меня коснулся Дух Святой. Но, тем более, еще церковь была такая консервативная достаточно. То есть, там, как положено в те времена, флагами махали, такими цветными, желтыми, всякие бабушки, дедушки. Вот, запах нафталина и тому подобное. И все, с того момента я, ну, уже, можно сказать, был в церкви. То есть, вот, когда меня Дух Святой коснулся. Это было 14 лет, да? Да, это было 14 лет. Почему ты согласился пойти тогда? Что повлияло на тебя? Ну, изначально, я повторюсь, я просто пришел учиться на музыкальных инструментах. После чего я уже, когда меня Дух Святой коснулся, я остался в прославлении. Меня сразу взяли в прославлении. На чем ты играешь? Играл я на гитаре. Ну, как-то так сложилось, что сейчас, в данный момент, я, ну, отошел от музыки. Как так сложилось? Ну, не знаю, в какой-то момент жизни, может быть, у всех есть, когда что-то тебе перестает быть интересно. Не в плане прославления, а вот в плане просто самой музыки. Мне как-то маленько я отошел от этого. Перестало интересно быть. У тебя есть сейчас, ты понимаешь свое призвание? Своё признание? В данный момент я просто, как бы, служу, стараюсь служить на всех мероприятиях. Просто призвание служить молодежи. Сильно. Как ты видишь служение своей молодежи? Ну, начинаю от организации каких-то мероприятий, помощи, вплоть до личного какого-то там свидетельства и, ну, служения какому-то даже определенному подростку. А в чем ты видишь особенность, может быть, какая-то служение подросткам или взаимодействие с подростками? Что, что вот особенного такого? Ну, с подростками и с молодежью вообще, ну, надо всегда находить общий контакт, потому что, ну, это такой период времени, когда, ну, у человека много всяких барьеров образуется. То есть, не так просто с ними найти контакт. Вот, это, ну, в первую очередь, то есть, у них много всяких защитных таких стен образуется, когда ты начинаешь с ним наладить, пытаешься наладить контакт. А это не, ну, не всегда получается, особенно, допустим, если у взрослых, когда большая разница. Вот, это вот такие вот основные моменты, как, ну, пойти навстречу, чтобы найти точки соприкосновения. А с чем, как ты думаешь, это связано вот эти вот, ну, у меня реально интересно тебя слушать, потому что я вот пытаюсь анализировать себя, было ли у меня такое, есть ли, может быть, до сих пор? Ну, это такой, может быть, называется переходным возрастом. У некоторых это, знаешь, связано с родителями. В какой-то момент у них начинается бунт, то есть, они начинают бунтовать, ну, когда их что-то просят, там, делать родители, просто идет, как, ну, отвержение вот этих всех каких-то претензий, может, вопросов, ну, запросов родителей. И, ну, может быть, это с этим связано. Ну, или просто в силу возраста самого, такой есть определенный момент в жизни, мне кажется, любого человека. Когда ты был подростком, как ты взаимодействовал с твоими родителями? Ну, у меня с родителями такая своеобразная отношение. До сих пор или тогда? И тогда, и до сих пор, то есть, как правило, в семье не было такой любви, знаешь, когда, там, ты приходишь, тебя целуют, обнимают, что-то. Просто, знаешь, такие пресные, сухие отношения, вот. И в связи с этим в своей семье я уже стараюсь, вообще, ну, максимально это, ну, вычеркнуть. Искренне, да. Ну, да, возможно, это, как бы, пережиток 90-х, наши родители прошли, ну, нелегкие времена, вот, может быть, это с этим связано, вот. В своей жизни я стараюсь это по максимуму избежать. Ну, сейчас, как родители отнеслись к тому моменту, когда ты покаялся тогда? Ты знаешь, это был вообще смешной такой период жизни, у меня еще такая была, ну, уже такая бородка начала расти. В четверг лет, да? Ну, да, я парень и маленький. Ребята, я 19, да. Вот, и как раз я пришел в церковь, и меня сначала в шутку родители начали называть попом, потом уже сектантом, ну, и понеслось. И прошло года 3-4, они, не знаю, смирились, не смирились, вот, и все, приняли то, что, как бы, я хожу в церковь, я покаялся. Сейчас они еще не с Господом, да? Нет, только моя родная сестра прошла. Вот, а родители пока еще сопротивляются. У нас есть рубрика, рубрика «Знание Библии». Ты вообще хорошо ее знаешь? Не настолько прекрасно, чтобы проводить рубрику, да? Да. Ну, ладно. Сейчас мы это проверим. Рубрика «Знание Библии». Давид убил Голиафа камнем, а затем он отрубил ему голову. Чей меч он использовал? Иисея, Самуила, Голиафа или Саула? Голиафа. Молодец. Есть. Кто земной отец Иисуса? Михаил, Петр, Инат или Иосиф? Иосиф. Верно. Какие книги предшествуют посланию к Титу? Какая книга, точнее, извините. Вторая Тимофею, Иакоба, Филимона или вторая к Фессалоникийцам? Где хранились 10 заповедей? Гора Синай, Ковчег Завета, Гипсовая Шкатулка или Храм Дворца? Гора Синай. Гора Синай. Ну, почти. Ладно, не буду тебя мучить, но ты красавчик. Все равно, ты молодец. Друзья, аплодисменты. Есть ли у тебя какое-то откровение сейчас, с которым ты движешься больше всего? Ну, принцип максимально быть с семьей своей и максимально быть с церковью. То есть, даже что бы ни произошло, но всегда ты должен сходить и на воскресные служения, и где-то послужить. Но это такие принципы основные. То есть, и с семьей проводить, с ребенком время, с женой максимально. Основные принципы, мне кажется, они... У тебя сейчас есть ребенок, правильно? Что, вот как ты видишь, как он развиваясь сейчас? Что бы ты хотел видеть в его взрослении? Ну, во-первых, чтобы он тоже был в церкви, то есть, максимально в служении. Что бы... Ну, он, во-первых, занимался тем, что ему нравится. Что ему действительно... Действительно нравится, и то, что... Ну, от Бога, чтобы просто он шел тем путем, который он уверен. То, что... Ну, потому что меня в мое время родители как бы ограничивали. То есть, они не верили, что чем-то, ну, можешь сам заняться. Как по шаблону все жили. Там идти на завод работать. Вот. Я бы хотел, чтобы он был таким. Ну, как ты больше его ограничивать будешь или наоборот? Нет, наоборот, я буду его наставлять. То есть, ну, я не буду таким каким-то, знаешь, консервативным. Всегда надо находить с ним точки соприкосновения. Ну, на самом деле, он еще у меня маленький, два с половиной года. И посмотрим, что будет дальше. Как бы тяжело говорить о том, что будет. Ну, пока что, как бы, я вот вижу так. Это сильно. У тебя было стыдно, что ты верующий? Нет, ни разу. Вообще ни разу в жизни? Как ты в школе, когда ты начал быть верующим, как ты говорил об этом? Как я об этом говорил, да, на самом деле, многие знали, потому что, как бы, моя школа находится рядом с храмом, вот. И многие также знали, из-за чего, ну, я не матерюсь, не выпиваю с ними. Вот. А все эти моменты, и они меня постоянно видели в церкви, я это не скрывал. То есть, почти весь мой класс, когда я в школе учился, они знали. Нам надо будет сейчас дать два совета. Совет детям и совет родителям. Какой? А вот это не прекрасно сутя. Самый лучший совет, который ты можешь дать родителям и детям. Ну, детям слушать их родителей. Вот. Что это значит слушать? Просто слушать. Ну, это означает, что не когда тебе родители, ну, тебя что-то просят сделать, или дают тебе совет, а ты просто идешь в отрицание. Вот. А родителям находить точки сверкосновения с детьми. То есть, не просто командовать и приказывать им, а также находить общий контакт. Ты знаешь, я тебе верю. Почему-то. Здорово. Ладно. Дим, я вообще-то благодарю тебя, что ты был с нами. Благодарю тебя за искренность и за твою честность. Спасибо тебе. А я с вами хочу попрощаться и обнять вас крепко-крепко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok